Осторожно ледяные батареи. Такое предупреждение можно вывесить перед детским садом, школой и больницей поселка Отлашево Чебоксарского района. Без тепла там остаются не только социально значимые объекты, но и 51 многоквартирный дом. Замерзает более 3,5 тысяч человек. Из-за чего мы в больницу ходим, потому что в садике холодно, детей тепло одевать приходится, дома тоже холодно, а дети в садике хотят. Холодно в детском саду, дома тоже тепла нет. В итоге в больницу, а там тоже холодно. Тепла ждут всем поселкам. В Отлашевской больнице остались только врачи. Больных пришлось перевезти в Чебоксарскую районную больницу. В таких условиях речи лечения идти не может. О поселке у нас одна котельная. Эта котельная снабжает теплом и больницу, Отлашевскую больницу, и другие организации, в том числе и жилы дома. В детском саду до конца дня не остается ни один ребенок. Родители все, кто может, забирают малышей домой. Условия просто спартанские. Спасаемся обогревателями. Постепенно, за целый день у нас температура в детских группах, игровых, спальных, постепенно до 17-15 градусов нагревается. Мы все ждем тепла, потому что готов весь поселок. Хоть документация по детскому саду вовремя сдана. В администрации района пока только обещают. Хотели дать вчера, сегодня, завтра. А тепла как не было, так и нет. Главы Отлашевского сельского поселения на месте не оказалось. Как раз выехал решать проблемы с теплом в поселке. Его заместитель попыталась объяснить холодную ситуацию. Преградой к получению тепла поселком стал долг управляющей компании теплоэнергосети перед «Газпромом». Самый сильный удар принялся на Отлашево. Был составлен график погашения Елагиным, генеральным директором его теплоэнергосети, который он соблюдал. Но при разрешении на пуск газа, вот эта задолженность у нас стала камнем преткновения. Не сегодня, так завтра в Отлашево должно прийти тепло, обещают чиновники. А пока жители поселка спасаются обогревателями и народными средствами от холода. Например, кладут пластиковые бутылки с горячей водой под одеяло.